Всем привет, уважаемые друзья! Продолжаю изучать оптические приборы и в этот раз на обзоре немецкий бинокль от компании Steiner модель Safari Pro 822 Соответственно 8 это кратность и 22 это диаметр объектива Сразу хотел бы сказать, что компания Steiner очень хорошо себе зарекомендовала в сфере оптики и данная модель также в свое время была одной из самых популярных а на данный момент выпуск именно этой модели прекращен но сейчас компания выпускает версию Safari Ultra Sharp которая практически на 90% даже 99% наверное выглядит как данная модель скорее всего там оптическая система полностью идентична и какие-то различия лишь в каких-то незначительных деталях начнем пожалуй с каких-то базовых характеристик. Данная модель относится к компактному классу и находится в разделе Outdoor если сравнить его с моделью Pentax TS то как видите модель от Steiner смотрится значительно более брутально но впрочем вес здесь совершенно небольшой как по мне то есть если рассматривать этот бинокль в качестве некого походного, туристического или может быть даже легкого варианта для охотника то весом 245 грамм включая шнурок как мне кажется это вполне неплохо что касается дополнительной защиты то компания Steiner у наследника данной модели заявляет наличие водостойкости но при этом непонятен класс защиты но как минимум какую-то базовую водозащиту скорее всего этот бинокль конечно тоже должен иметь несмотря на то что бинокль вроде как относится к компактным и в принципе таковым является но в карман его не положишь у него дизайн такой достаточно габаритный здесь есть кое-какие защитные элементы которые как раз таки выдают в нем скажем так аутдорную природу обращаю ваше внимание на то что большая часть корпуса бинокля имеет вот такое вот покрытие с специальными насечками для более удобного удержания само покрытие на ощупь напоминает смесь качественного пластика и резины при этом здесь имеются вот такие вот противоскользящие элементы причем они действительно работают держать достаточно комфортно и как я полагаю даже в каких-то потных жирных руках удержание будет достаточно надежно то есть противодействие выскальзыванию здесь реально очень хорошо продумано при этом обращаю ваше внимание на то что в нижней части объективов имеются вот такие вот элементы а данная подушечка специально сделана под большие пальцы но мне не понравилось то что эти подушки то они вроде как есть и вы сразу можете сориентировать бинокль в нужном положении взять одной рукой и надежно держать но мне хотелось бы чтобы эти платформочки под большие пальцы были чуточку побольше поскольку у меня допустим ладонь небольшая пальцы тоже небольшие я кладу сюда большой палец и он уже практически полностью перекрывает эту платформу для удержания то есть если бы они были побольше было бы вообще замечательно но тем не менее конечно удержание все равно достаточно комфортное более эргономичное чем при использовании каких-то более простых моделей у которых абсолютно гладкий корпус так что в этом плане вот такие вот дополнительные элементы в дизайне они хоть и немножечко уменьшают компактность но зато значительно увеличивают эргономичность что касается центрального кольца фокусировки то здесь также имеется вот такая вот мощная серьезная насечка фирменная штайнеровская которая встречается и на других моделях колечко также имеет аналогичное покрытие которое противодействует проскальзыванию а сам ход кольца достаточно плавный но при этом быстрый то есть фокусировка видимо рассчитана на какое-то быстрое наведение быстро навел сфокусировался ну и для какой-то оперативной работы то есть какого-то супер-упер замедления хода здесь нету доход плавный но такой достаточно бодрый такая же цепка насечка имеется на кольце регулировки диоптрий насечка реально очень мощная такая цепка не хорошо прощупывается даже в перчатках регулировка диоптрий здесь располагается на левом объективе при этом к сожалению я не могу сказать в каких диапазонах регулировка происходит то есть каких-то данных в ттх я не нашел но скорее всего где-то примерно в стандартных плюс минус 3 а также в модели safari pro и safari ультра шарп имеется и вот такие вот наглазники наглазники по заявлению производителя сделаны из силикона и точно вам ничего натирать не будут они очень мягонькие обращаю ваше внимание что форма наглазников здесь сделана вот такой вот то есть они имеют скажем так эргономичный дизайн но при этом здесь есть кое-какой нюанс дело в том что эти наглазники они вот так вот крутится и в принципе это хорошо что вы можете их подстроить под анатомию своего лица скажем так но фишка также в том что иногда бывает так что во время переноски наглазник может сместиться вот так и когда вы попытаетесь поднести все это к лицу то будет совершенно неудобно то есть придется вот так вот обратно выставить и это действительно случается что они так смещаются поскольку эти наглазники вот так вот торчат и во время переноски так немножечко смещаются то есть такой нюанс здесь имеется а также у бинокля имеются интегрированные в корпус крепления под на шейный шнурок они производят достаточно хорошее впечатление не такие достаточно крупные мощники уже значительно более приятные чем вот такое вот дешевое решение на пентекс при этом сразу хотел бы отметить что несмотря на то что они кажутся довольно большими но при сложном положении бинокля они не выступают за габариты то есть нигде не цепляются не царапают и в плане переноски они достаточно удобны что касается качество изображения то его очень сложно объяснить на словах да и все таки это компактная модель супер бупер качество здесь ждать не стоит прежде всего конечно же подобные компактные модели ориентированы на использование светлое время суток и если оценивать именно в светлое время суток в какой-то яркий день то конечно разницы между более менее качественными биноклями заметить сложно а у этого бинокля допустим на дистанции 100 метров также более менее как-то различимые дырки от калибра 7 62 при этом я не говорю что они прям все четко читаются но как-то четкие вот дырочки черные на белом фоне они более-менее хоть как-то но различаются хотя некоторые скажем так надрывы уже увидеть невозможно да в этом плане вы можете сказать что какой-нибудь в два раза более дешевый или даже может быть в три бинокль пентекс тс тоже с этим справлялся да здесь оптика достаточно неплохая как ни странно тем не менее если вести наблюдение в какое-то более темное время суток при какой-то облачности вечером то тогда уже как ни странно бинокль штайнер уже значительно вырывается вперед да казалось бы разница в выходном зрачке совершенно небольшая то есть здесь диаметр объектива 22 миллиметра здесь 21 то есть выходной зрачок допустим здесь 2,75 а здесь по моему 2,65 разница казалось бы небольшая но видимо уже качество оптики влияет потому что разница именно в сумерках она сразу бросается в глаза потому что я уже со штайнером могу различить кирпичную кладку тогда как при использовании пентекс эта кирпичная кладка уже слабо читается она уже кажется более полуразмытой что ли так что в качестве какого-то именно аутдорного бинокля как мне кажется данная модель она вполне себе неплохо то есть она достаточно легкая ее не влом таскать с собой лишние 245 грамм но при этом вы нормально можете вести наблюдение опять-таки для каких-то наблюдений автористических целях здесь качество изображения вполне себе хватает там уже какие-то небольшие дисторсии хоть и видны но они не сильно влияют на восприятие если говорить комплекте поставки то бинокль поставлялся вместе вот с таким фирменным чехольчиком а чехольчик имеет некий каркас жесткости здесь круговое демпфирование то есть здесь а здесь и на обратной стенке при этом что мне не понравилось это как то что здесь нет какого-то отдельного кармашка под салфетки под средства для чистки оптики то есть ничего этого нет просто вы переносите здесь бинокль в целом не бинокль понравился несмотря на то что он вроде как простой каких-то супер-купер показатели не выдает но тем не менее здесь уже чувствуется что это достаточно серьезная техника если сравнивать допустим данную модель с какими-то китайские моделями какими-то бюджетными совершенно моделями то есть здесь уже чувствуется какая-то фирменная штайнеровская породистость если вас интересует более подробный ттх то ссылочку на сайте производителя я дам а ссылочка будет вести на скажем так следующую генерацию данной модели модель ультра шарп но в целом как мне кажется оптической системы у них абсолютно идентична а ссылочку ищите в описании к видео ну а у меня на этом все всем спасибо всем пока спасибо за субтитры сделал DimaTorzok